Всем здорова, меня зовут Алексей, это моя машина Tesla Model 3, как вы можете увидеть на YouTube-канале предыдущих видео. Но в этом видео пойдет речь не о ней, а пойдет речь о том, как вакцинироваться от COVID-19 в Румынии абсолютно бесплатно европейскими вакцинами, например, Pfizer. Сегодня мы взяли эту малышку и поехали на границу Салотвина. Салотвина мы прошли границу достаточно быстро. Приграничный городок к Салотвине называется городок Сигет. В этом городке Сингет есть два места, где можно вакцинироваться. Один – это поликлиника, в которой есть вакцины Pfizer и Moderna. Во втором же пункте вы можете вакцинироваться AstraZeneca. Если вам нужен Johnson & Johnson, то вам нужно будет поехать в другой городок в Румынии. Для того, чтобы найти любой пункт вакцинации в Румынии, вам нужно два ресурса. Первый ресурс, вот этот вот на экране, на нем вы можете обнаружить список всех пунктов вакцинации в Румынии с описанием, какие вакцины там колят. Если вас интересует конкретно Pfizer, как меня, можете найти вакцины, которые колят конкретно Pfizer. Второй ресурс, также он сейчас на экране, это карта. Карта этих самых пунктов вакцинации с указанием количества доз, сколько есть в каждом пункте. Это доз в достатке, либо они заканчиваются, либо доз нет, либо же это пункт Drive-thru. То есть такой пункт, при котором вам не нужно выходить с авто для вакцинации. То есть вы находитесь в машине, вы подъезжаете как к Макдональдс и на Макдрайв, только на пункт вакцинации. Первым делом нужно найти пункт, где вы будете проходить вакцинацию. Это может быть абсолютно любой пункт, указанный на румынских сайтах, который я упоминал ранее. Ссылки на них я оставлю в описании. Вторым пунктом вам нужно будет подготовиться к поездке. То есть вам нужно иметь право легально пройти границу. Вам нужно выбрать пункт, где вы будете проходить границу, и какой набор документов вы с собой берете. На текущий момент, на начало июля, пройти границу с Румынией можно в несколько способов. Первый способ – транзит. Если вы едете куда-нибудь на отдых, в Грецию, в Хорватию, в Черногорию, на машине, вы можете поехать через Румынию транзитом и заехать на пункт вакцинации. Второй пункт – если же вы переболели COVID-19 меньше чем 90 дней назад, и у вас есть позитивный ПВР-тест, либо же выписка от врача о том, что вы переболели COVID-19. Я ехал конкретно по этому случаю. У меня был позитивный ПВР-тест, сделанный в апреле, когда я болел COVID-19. И по этому тесту я и заехал. Третий вариант – если вы не болели еще, вы можете сделать просто ПВР-тест. И если он будет негативный, вы можете по этому негативному ПВР-тесту попасть в Румынию. Возможно, на тот момент, когда вы смотрите это видео, правила уже поменялись. Поэтому проверяйте всегда актуальные правила на государственном Куринском сайте. Ссылку на него я оставлю в описании. Третьим пунктом, когда вы прошли границу, вам нужно пойти, собственно, найти этот пункт вакцинации и уководиться. Я здесь оставлю фотографии, как выглядит пункт вакцинации в городе Сигет. Это приграничный городок с Савоцина. То есть, если вы проходите границу в Савоцина, то вам до города Сигет очень близко. Буквально от госграницы до пункта вакцинации было 8 минут на машине. Как попасть сюда? Вот тут ворота где-то, заезжайте. Вот сюда ставите тут машину на парковке. А потом вы переходите дорогу и вот там вот заходите туда. Вот туда. Наверх по ступенькам, а потом вниз по ступенькам. Мы по незнанию сначала пообходили все вокруг, но теперь мы знаем и вы тоже знаете. Вам нужно иметь с собой загранпаспорт, естественно, по которому вы прошли границу. И все. Желательно еще иметь румынский номер телефона. У нас с собой не было. Мы дали украинский номер телефона. Нас переспросили, есть ли у нас румынский. Мы сказали, что нет. И в принципе все равно про канала. Вам выдают в итоге форму. По этой форме вам указано, что вы прошли вакцинацию в Румынии в таком допункте, в такое-то время. Номер вакцины, номер вашего паспорта, дата, когда вакцина заканчивается и прочее. Вместе с бумажкой вам дают рекомендации о том, что делать, если у вас будут побочки. Это может быть и боль вместо укова, может быть температура. Все очень обычно. Так же, как и с любыми другими вакцинами. Если вы проходите каждый год вакцинацию от гриппа, то вы все эти пункты знаете. Также вам напоминает, что через 21 день вам нужно явиться на повторную дозу Pfizer. Рекомендую приехать снова же к ним. После того, как сделаете две дозы Pfizer, то вполне возможно, вы можете претендовать на европейский цифровой сертификат. Мы постараемся тоже получить этот паспорт, когда сделаем вторую дозу Pfizer через три недели. В целом, это вся инструкция. Это настолько просто и легко. Вам не нужно иметь никаких доказательств, что вы румын, что у вас какие-то корни в Закарпатье, или что у вас какие-то еще корни в Европейском Союзе. Ничего этого не нужно иметь. Просто обычный украинский загранпаспорт и желание вакцинироваться. Очереди на границ не было, очереди в поликлинике тоже не было. Нас хорошо обслужили, дали нам бумажку. Все замечательно. Поэтому пробуйте, вакцинируйтесь, путешествуйте. И также подписывайтесь на этот канал, если вас интересует электронобили, в том числе Tesla, на который мы собираемся поехать в очень длинную и интересную поездку в самое ближайшее время. Поэтому подписывайтесь, будет очень интересный контент. С вами был Алексей. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Если вы считаете, что оно полезно, и вы знаете, что есть кто-то с ваших знакомых, кто также хочет вакцинироваться Pfizer, но не может его никогда найти, скиньте ему это видео, и он тогда сможет вакцинироваться в Умании. Это не так сложно, как кажется. Все. Всем пока. До новых встреч.